Чемпионат и первенство ЦФО по панкратиону завершились для ивановских атлетов большой победой. Наш регион представляли более 40 юношей и девушек из Липецка, где проходили соревнования. Ребята привезли 36 медалей, почти половина из них – высшие пробы. Победители и призеры получат шанс выступить на турнире всероссийского уровня. У меня было в Липецке две соперницы. Одна девочка была из Твери, другая из Белгорода. Первый бой я выиграла досрочно, сделав соперницу болевой. Во втором бою я выиграла с техническим преимуществом. Счет был 17-7 и по баллам я выиграла. На соревнования ЦФО приехало около 400 спортсменов из 11 регионов. В общекомандном зачете Ивановская сборная оказалась на втором месте. Тренер Сергей Лукьянов уверяет, чтобы достойно выступить на первенстве округа, необходимо минимум 3-5 лет усердных тренировок. Самое сложное – подготовить морально спортсмена. Потому что очень многие ребята приезжают, вот у нас прошлый год такая же, приезжают, приехали на первенство России, и очень многие просто переволновались. Они не дали сначала, сначала не дали такого результата, который нужен. Больше как бы физически, технически можно подготовить человека, морально можно человека не подготовить вообще. Своими корнями история панкратиона уходит в античность. На Олимпийских играх атлеты использовали приемы борьбы в стойке и партере, подсечки, болевые приемы, удушения. В 21 веке правила не протерпели значительных изменений. Спортсмены могут применять практически весь арсенал боевых приемов из самбо, дзюдо, бокса и других единоборств. Я занимаюсь с пяти лет этим спортом. Он мне нравится тем, что это очень древний спорт. Он основался очень давно. Я пошел из-за того, что папа мой сюда ходил, и он мне сказал, что спорт нужен всем. И я пошел сюда. На чемпионате ЦФО по панкратиону в составе сборной Ивановский край представлял Никон Крохин. Молодой человек занимается спортивной борьбой уже 10 лет. Пару лет назад получил травму, которая на полтора года вычеркнул из расписания тренировки. Соревнования в Липецке дались довольно тяжело, но благодаря усиленным тренировкам всего за две недели молодой человек смог привести себя в форму. Как итог, бронзовая медаль. Первый бой закончил досрочно, сделал болевую на арку. Второй бой вышел довольно опытный соперник. Было тяжело, схватка длилась 5 минут. Проиграл по очкам. Ну, отобрался на чемпионат России. Сейчас будет довольно большая подготовка, два месяца. Занимаюсь сейчас каждый день по две, по три тренировки в день. Теперь ивановские ребята готовятся к всероссийским соревнованиям, которые пройдут в апреле. Обещают, что без медалей домой не вернутся. Максим Серебряков, Денис Денисов, РТВ, Иваново. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова